Какая красивая здесь ёлка, не правда ли? Да, кто-то очень постарался. Здарова, братаны! Вы на канале Дювплей, меня зовут Евгений, и мы продолжаем проходить новогоднюю сказку, и сегодня у нас рут ледочки. Погнали! Холод, чувствую внутри, но тепло в моей квартире. Он от свечи, как жизнь, горящая, быстро, ярко и не зря. Вот потухла и она, ты и я погасли тоже, воно стало ложем, чё-то там ещё. Знаете, что может быть страшнее смерти? Бессмысленное существование. Жизнь абсолютно теряет смысл при одном лишь осознании того, что человек, ради которого ты был готов жить, ради которого ты был готов на всё, просто не досягаем. Его нет рядом, его нет в этом мире и никогда не будет. Ведь это из-за меня, только из-за меня она совершила этот страшный поступок. И если бы меня тогда не спасли, я бы уже давно был бы с ней. Всё так хорошо начиналось. Пляж, танцы, все эти прогулки под луной и романтические разговоры. А какой в итоге? Нет, этого просто не может быть. Это баг, ошибка системы, сбой в программе лагеря совёнок. Порою, иногда во сне, я снова вижу эти родные ярко-зелёные, глаза изомроды и фиолетовые хвостики. Улыбку. Её прекрасную счастливую улыбку. Она улыбается мне так искренне и нежно. И медленно, медленно утопает в чёрной бездне. Нет, это всё нереально. И сне эти, и совёнок, и даже она. Но почему же так сильно ищемит сердце при одном лишь упоминании её имени? Страшный звон будильника, что всегда стоит на девять, разбудил меня с утра. Хлопнув его по крышке и выключив сигнал, я вновь провалился в сон. Но не прошло и получаса, как я уже сидел на кухне и заваривал себе свежую чашку кофе. Обычное утро, обычного неудачника, совершенно обычного дня. С коричневым месивом в кружке я вернулся в комнату и, сделав пару шагов к креслу, опустил свою пятую тачку на насиженное место. Оставив крошку чуть поодаль от клавиатуры, пласнул на пробел, затем... Ээээ... Да и не только начальное окно. Весь интернет, телевидение, которое, я право, уже не трогал года три, и улица города пестрили всевозможными предпраздничными поздравлениями, акциями и прочей новогодней мишурой. Оно и неудивительно. Быстро глянув на число календаря, которое я чётко отчитывала 31 декабря, я удостоверился в причине такой бурной популярности этого праздничного настроения. Может, для кого-то это и праздник, но для меня... Для меня этот день уже давно не имел ничего общего с праздником, особенно после возвращения из лагеря. И ведь прошёл уже год, даже немного больше, а события ни на каплю не забываются. И самое страшное... Та картина. Лена кровью залитая кровать и лезвие окровавленного ножа, что со звоном ударяется о пол. Всё это до сих пор стоит перед глазами. А ведь сон... Сон, как таковой, имеет свойство забываться сразу после того, как проснёшься. А тут год. Слишком необычным он был, неестественно реальным и живым. Сердце вновь защемило невероятной болью. Такой нестерпимый, такой обжигающий, такой знакомый. Пару минут спокойствия и тишины, и я вновь отпускаю горькие воспоминания, и возвращаюсь на родные просторы интернета. В итоге, потратив пару часов на абсолютно бесполезные споры и обсуждения с абсолютно небезразличными людьми, я скрыл окно браузера и отправил опостылевший системник обратно в сонный режим. Порою даже бессмысленные блуждания по форумам могут наводить на меня скуку. Допив остатки утреннего кофе, я покинул насиженное место и потянулся к полке с книгами. Странно, наверное, банально прозвучит, но, похоже, эта светлая девочка с фиолетовыми волосами, что пришла в мою жизнь прямиком из сна, привела мне великую любовь к книге. За этот год, что я просиживаю после возвращения, успел уже прочитать более пары десятков, а то и сотен книг. В этой любви к авторскому искусству мне активно помогала Всемирная Сеть, где я свободно заказывал очередной роман или научную фантастику, которую так любил читать перед сном. Со временем, заменив тумбочку с телевизором на еще один книжный шкаф, я почти каждый день предавался этому приятному таинству погружения в мир книги. Иногда вымышленные истории завораживали настолько, что я мог забыть про время, ночь, день, питание и сон, пока не дочитаю желанную книгу до конца. В некоторых мне в основном нравился сам герой, а история была лишь источником развития его образа. И вот так не проходило и дня, чтобы я не погружался в атмосферу очередной истории, изложенной на строках новой книги. Эти вымышленные миры, во всяком случае, были намного интереснее серой реальности, погружавшей меня, окружавшей меня каждый день. Достав уже знакомую книгу, я аккуратно извлек из нее потрепанную закладку и открыл на нужном месте. Час, два, три. Время шло. Страница за страницей словно растворялись у меня на глазах, приближая каждое мгновение к очевидной развязке. Изредка прерываясь для того, чтобы заварить чашку чая, я вновь возвращался на место и продолжал чтение. Глава за главой. А время все тянулось к вечеру. Я потихоньку подбирался к развязке. Прошел примерно час, с тех пор, как я ходил на кухню за новой чашкой чая. И вот последняя глава. Ах, как приятно буквально смаковать каждую строчку долгожданного эпилога. Наконец, убедившись во всех своих предпочтениях и захлопнув книгу, я вернул ее на полку. Глаза после подобного галопа довольно неприятно зудят. Кто много читает, поймет. Но, сталкиваясь с этим уже не в первый раз, я тут же отправился в ванную, чтобы умыться и немного взбодрить застоявшиеся мысли в голове. После возвращения в комнату у меня почему-то и мысли не возникло сесть за постылевший компьютер. И такое уже не раз. Всегда, когда заканчиваешь очередную историю, у тебя в основном одно желание. Просто посидеть. Немного подумать. Переварить прочитанное. И в этот раз, пройдя мимо компьютерного стола, я слегка дернул занавеску и уставился на ночной пейзаж новогоднего города. Легко открыв створку окна, я сразу почувствовал леденящий порыв ветра. В миг окончательно меня взбодривший. А город? Город тем временем искрился, светился и блистал, словно новогодняя елка. Где-то вдали, ближе к центру, уже слышались веселые звуки музыки. По дорогам неспешно проносились автомобили. По тротуарам и переходам толпились вечно спешащие по своим делам пешеходы. Увешанные всевозможными пакетами и сумками. И почему-то отсюда свысока все это казалось каким-то чужим, незнакомым и неестественным для меня самого. Но глядя на всю эту праздничную кутерьму, я вспомнил детство. То далекое, беззаботное время и от этого прекрасное. Когда не надо было думать о том, что будет завтра. Не нужно было думать, зачем тебе это завтра и что оно принесет с собой. Прекрасное время, когда ты радовался ярким разноцветным огнем огнем на елке и навязчивому аромату мандаринов на столе. Когда каждый Новый год сопровождался веселым сбором друзей и родных. Когда ты был рад их видеть, дарил им подарки и радовался искренним улыбкам. И сам был готов улыбаться. Так давно это было и кажется, что вовсе не я был тем счастливым мальчуганом с бенгальским огнем в одной руке и стаканом дюша в другой. В этом году даже елку не удосужился поставить. И для кого бы она тогда светила? А черт бы с ним совсем. Казалось бы, приятные воспоминания она вели меня на печальный лад. От мороза с улицы становилось все прохладно, уже прохладно, и я, наконец, бросив последний взгляд на заснеженный город, прикрыл створку окна и задернул обратно штуру. Короткого взгляда на будильник хватило, чтобы понять. До нового года оставался примерно час. Может, чуть больше. А что изменится с его приходом? Не наивно ли полагать, что все вмиг встанет? Лучше просто потому, что закончится очередной скучный день в этом очередном сумасшедшем году. последний день в году. Последний день в году. И все же я не верил, что он принесет в мою жизнь что-то новое. Что-то, что заставит меня снова жить. Разве что. Если он умеет воплощать иллюзии в реальность, а может пойти прогуляться? Чем черт не шутит? Заодно и проветрюсь за те последние пару дней, что отсиживался дома. Твердо решив таки выйти на улицу и немного прогуляться, я быстро напелил старые потрепанные джинсы и, закинув карман смарт, поплелся в коридор за пальто. Времени до боя курантов оставалось все еще в достатке. Может успею и на фейерверки поглядеть. Быстро накинув старенькое пальто, я закрыл за собой дверь и быстро спустился по ступенькам вниз. Все та же аллея сейчас будет, да? Выйдя из подъезда, я тут же чуть не поскользнулся и успел пару раз обматерить себя за то, что вообще высунулся из квартиры. Но, переведя дух и успокоившись, медленно побрел по улице, куда глаза глядят. Шел легкий снежок. Подхватываем редкими порывами морозной стужи, снежинки медленно кружились в воздухе. Безлюдная улица была освещена лишь светом одиноких фонарей. Снег приятно хрустел под ногами. И почему даже сейчас, в канун нового года, на пустынном перекрестке улицы дорог, я никак не могу перестать думать об этом чертовом лагере. Ветер подул особенно сильно и, постаравшись как можно сильнее укутаться в свое потертое пальтишко, я слегка прибавил шагу. Эх, сколько приятных моментов связано у меня с ним. Столько воспоминаний. И каждое мгновение там словно кадр старой кинопленки, бережно хранимой в моей памяти. Интересно, что случилось бы? Поступи я иначе тогда, в домике. Ведь должен же я был почувствовать, должен был понять, как же так? по щеке скатилась скупая слеза и, быстро утерев ее рукавом, я продолжил идти сквозь усиливающуюся пургу. Алена, ведь она искренне меня любила. Пожалуй, именно о такой любви пишут в моих любимых романах. Но, как правило, эти истории не всегда имеют хэппи так же и с моей историей. Одна малейшая оплошность слова действия. И вот твое счастье рушится у тебя на глазах. Истекая кровью, и ты сделать ничего не можешь. Ты уже сделал все, что мог. Но в этом не было никакого толку. А ведь моей единственной мечтой уже год как было, так и остается мечта увидеть ее хоть раз, хоть на мгновение. Сказать короткое прости и в последний раз взглянуть в ее прекрасные изумрудные глаза, что таят всю неистовую любовь, которую она была готова дарить мне. Может, просто стоит отпустить эту мечту? Говорят же, что мечты сбываются лишь тогда, когда ты меньше всего о них думаешь. Помнится, мне даже совет по этому поводу давал старый товарищ. Не держись за мечту, друг, отпусти ее, и когда-нибудь ты будешь готова, она вернется к тебе. А как же тут, блять, забыть? Занесенная снегом тропинка медленно водила меня все дальше и дальше от дома, в далекие уголки ночного города. И вот спустя пару минут где-то впереди замелькали разноцветные огоньки и послышался звонкий детский смех. Узкая тропинка между домами оканчивалась небольшой площадкой, где уже вовсю отмечали Новый год. В центре красовалась высокая пушистая ель, бережно украшенная всевозможными игрушками, разноцветной мишурой и гирляндами. А на верхушке, на самом ее кончике, красовалась большая позолоченная звезда. Чуть поотдаль от елочки толпилась небольшая толпа людей. Они о чем-то болтали, смеялись и пили шампанское из пластиковых стаканчиков. С другой стороны резвилась детвора. Пока одни энергично катали снежные комы для снеговика, другие устраивали нешуточные снежные баталии на снежках. Но был и кто-то еще. Кто-то выбивающийся из всей этой толпы. У самой елочки стояла одинокая фигура и, судя по белой куртке и светлым джинсом, это была явно девушка. Сделав еще пару шагов в сторону елки, я всесилился разглядеть новые очертания незнакомки. Что-то тянуло меня к ней. Что-то, чего я не мог объяснить даже самому себе. Девушка стояла у самой елочки, и ее куртка окрашивалась то в красный, то в желтый, то в зеленый цвет, в зависимости от цвета гирлянд. Ее голова была покрыта легкой белой шапочкой под цвет куртки. И из-под ее краев выбивалось два коротеньких фиолетовых хвостика. Постойте-ка, где-то я это уже видел. Но этого же просто не может быть. Я остановился на месте как вкопанный. Это просто совпадение, просто похожая прическа и цвет волос, не более. Но меня почему-то так и тянуло подойти поближе и познакомиться с таинственной незнакомкой, чем бы она ни являлась. Лица разглядеть никак не удавалось, ибо девушка стояла ко мне спиной и смотрела куда-то вверх, казалось, разглядывая звезды на небе. Набравши в легкие побольше воздуха, а в сердце больше решимости, я стремительно зашагал в сторону девушки. Никогда еще так не волновался при встрече с незнакомыми мне людьми, как сейчас. Сердце бешено колотилось, казалось, будто оно хочет вырваться из груди. Ноги стали ватными, и невероятно захотелось просто убежать. Откуда этот страх? Неужели я боюсь увидеть лицо этой незнакомки? И чего я боюсь больше? Найти там ту, которую потерял год назад или разочароваться, что это вовсе не она? И вот расстояние между нами сократилось до одного шага, и я становился в нерешительности. Как привлечь ее внимание? Как заставить обернуться? И нужно ли ее вообще беспокоить? Я же просто сумасшедший, гоняющийся за призраком прошлого. Но дальше голову ломать мне не пришлось. Почувствовав на себе мой пристальный взгляд, незнакомка наконец обернулась и я обомлел. Прямо передо мной стояла Лена, та самая пионерка из лагеря. Те же большие очаровательные изумрудные глаза, миленький аккуратный носик и две забавные пряди фиолетовых волос, выбивающиеся из-под шапочки. «При... я уже настолько свихнулся, что вижу ее в каждом взгляде. Даже если эта девушка просто похожа на Лену, у нее очень хорошо это получается». Девушка все так же застенчиво поглядывала на меня, ожидая хоть какого-нибудь ответа. «Эм... Да, тоже впервые сюда забрел». Только и смог выдавить из себя. Мысли путались с миллионом невероятных теорий и предположений. Здраво рассуждать я сейчас смог только отчасти. «Какая красивая здесь елка, не правда ли?» Взглянув на наряженную зеленую красавицу, спросила девушка. «Да, кто-то очень постарался». Нейтрально ответил я. Девушка вновь отвернулась к Еле. «Эм... А ты не против, если я здесь с тобою постою?» Спросил я, почувствовал, что краснею. «Не против». Тихо отозвалась она. И я медленно, будто бы боясь упустить момент, подошел к наряженной новогодней еле и остановился напротив незнакомки. Она все так же, как и до разговора, смотрела куда-то вверх. И теперь до меня дошло, что она разглядывает звезду на самой верхушке дерева. «Классная звездочка», подметил я. «Угу». «Мы с родителями в детстве точно такую же на елку вешали, только поменьше». С теплотой в голосе ответила девушка. «Да, помнится, у нас было заведено ставить на самый верх звезду». «Лишь бы не заканчивать разговор», добавил я. Между нами повисла короткая пауза. «Ну и сейчас каждая секунда тянулась мучительно долго». «А вы почему так поздно? Я думала все по домам сидят с друзьями и родными к Новому году готовятся». Поинтересовалась девушка, не отводя взгляда от блистающей на фоне ночного неба звезды. «Да мне не с кем отмечать, я один живу, вышел прогуляться». Тихо ответил я. Девушка наконец отвела взгляд от звезды и вновь посмотрела на меня. Наши взгляды встретились и будь я проклят, если бы не узнал в этом взгляде чего-то родного. Что-то родное, давно потерянное и забытое. Что-то чего мне так сильно не хватало все это время. «Я тоже живу одна, чисто случайно сюда забрело», ответила незнакомка робко улыбнувшись. «А можно спросить, как тебя зовут?» Я был не в силах больше держать этот вопрос при себе. «А чего же можно, Лена?» коротко ответила девушка. «Сомнений не оставалось. Это та самая Лена, которую я любил и люблю до сих пор. Но кажется, она совсем меня не помнит. И могла ли она вообще помнить? Ведь я и сам не разобрался, чем для меня был тот лагерь. Сном или реальностью. Да и не суть в нем. Лена сейчас передо мной живая, здоровая и кажется даже счастливая. «А тебя одинокий незнакомец?» Мило усмехнувшись спросила Лена. «Семен?» «Знаешь, мне почему-то кажется, что мы с тобой уже где-то виделись». Начал я. «Может быть», неопределенно ответила она. «Может в пионер лагеря?» Добавил я, отчего Лена хмыкнула. «Когда я родилась, их уже не существовало, разве что во сне», в шутку предположила она. «Может быть и во сне», тихо ответил я и перевел свой взгляд на новогоднюю звезду, что красовалось на верхушке дерева. И почему-то на душе стало так тепло и приятно, так спокойно, как не было еще никогда. Казалось, я готов вот так вот стоять вечность, устремив свой взгляд на это новогоднее чудо. Девушка чуть ближе придвинулась ко мне и тоже взглянув на звезду сказала «Осталось совсем чуть-чуть». Я не понимаю, еще взглянул на Лену, но тут же перевел взгляд на часы. Еще мгновение и небо над нами окрасилось миллионом ярких вспышек. Из окон квартир послышался звон бокалов, а за спиной задорный хор поздравлений. Лена завороженно смотрела на огни фейерверков и в ее больших глазах отражалась каждая вспышка. Желание все же исполнилось не раньше и не позже, а точно в срок. С Новым Годом! Ох, вот мы закончили рут Леночки, а впереди у нас, если мне не изменяет память, еще два рута. Что ж, на этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр и всем пока! Редактор субтитров